А теперь еще об одной инициативе Федерального собрания, на этот раз Госдума России. На этой неделе на пленарном заседании был принят в окончательном чтении законопроект, который позволит регионам самостоятельно устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе запретить самовыгул. Как это поможет улучшить жизнь братьев наших меньших и каких хлопот добавит их владельцам, об этом в следующем сюжете. В самостоятельном выгуле, пожалуй, есть плюс, но только один и только для самого животного. Полная свобода действий. А для владельца такого самостоятельного питомца – это экономия времени, которое могло быть потрачено на прогулку. Жители Твери перечислили все минусы самовыгула, причем экскремента на улицах не самый главный. Я с этим не сталкивалась, у меня все время были крупные собаки, и это было нереально. Я думаю, что на поводке надо домашних выводить, потому что вот вчера, например, женщина с кошечкой гуляла, а там собака, она быстрее ее хватать, а вдруг та убежит и будет несчастье. Животное должно быть под контролем у человека. Очень страшно. Я боюсь, например, собак, особенно когда с детьми. Бедных могут обидеть, любят жрать куда-то, куда не нужно. Это если отпускают, пускай они сами гуляют. Нехорошо, потому что хозяин все-таки должен отвечать, и, во-первых, животное может погибнуть, и напасть на ребенка. Кстати, как сообщают известия, могут увеличить и штрафы для хозяев кусачих питомцев – до 200 тысяч рублей. Что касаемо прав региональных властей, то теперь они обретут полномочия ограничивать и места выгула домашних животных на территориях школ, больниц и других соцучреждений. Гулять животные должны по возможности в специально отведенных местах. В Твери есть специальная площадка для выгула в районе микрорайона Соменко. Но пока одна установлена по инициативе местных собачников при участии депутатов Городской думы. Решается вопрос об оборудовании таких же в других районах Твери. Но и там владелец должен проявлять ответственность. Самовыгол, конечно, вне закона, его не должно быть. Это опасно как для самого животного, так и, конечно же, для людей. То есть потенциальную опасность многие животные представляют. Но даже если животное не агрессивное, допустим, некрупная собака, то тогда для собаки может быть угроза, может сбить машину, она может потеряться и так далее. Животное, оно может справлять нужду в любом месте. И убирать за собой, конечно, оно не будет. То есть это, опять же, ответственность хозяина. К тому же запрет на самовыгол может снизить количество безнадзорных животных. В ближайшее время правительство должно подготовить методические указания для регионов, которые помогут предотвратить нападение бесхозных хвостатых на людей. Субтитры создавал DimaTorzok